Всем привет! С вами команда CarpToday, рубрика школа карпфишинга и сегодня речь пойдет о катушках для ловли карпа. Поскольку это видео рассчитано в том числе для новичков, то в первой части мы расскажем теорию, что такое катушки, из чего они состоят и для чего их применять в той или иной ситуации, а также расскажем технические характеристики основные из них, которые важны знать и учитывать при выборе первой катушки. А вторую часть видео мы посвятим уже практическому использованию катушек и расскажем свои рекомендации, как использовать ту или иную катушку в какой ситуации. Поэтому тем, кому не интересна первая часть, можете пока поставить лайк нашему видео и подписаться на наш канал. Ну а начнем с теоретической части. Все катушки по своей конструкции изначально подразделяются на два основных вида. Это инерционные и безинерционные катушки. И они подразделяются именно на эти два вида по принципу схода лески со шпулей после выполнения заброса. В инерционных катушках от слова инерция сброс лески со шпулей происходит за счет вращения барабана, который происходит по инерции. А у безинерционных катушек леска свободно сходит со шпулей при открытой дужке лесоукладывателя. У безинерционных катушек перед инерционными есть ряд преимуществ. За счет отсутствия инерции исключается сход лишней лески со шпулей, а также исключается риск образования лишней бороды. При этом заброс производится на значительно более дальние расстояния. Поэтому в карбфишинге инерционные катушки практически не используются. И все, что мы дальше будем рассказывать, будет иметь отношение именно к безинерционным катушкам. Карповые катушки выделяются на фоне других всегда своим значительным размером и зачастую большим весом. Ну и действительно карповые катушки должны справляться со значительными нагрузками. Этим обусловлено то, что они должны быть очень мощные и у них должны быть большие шпули. Катушку всегда нужно подбирать в соответствии со своим удилищем и нужно понимать, как они будут сочетаться. К примеру, мощные карповые катушки отлично сочетаются с настоящими карповыми удилищами. Вместе они образуют гармоничную снасть, которая будет хорошо выполнять свои задачи. А если у вас маленького теста фидерные удилища, то, конечно, мощная карповая катушка на него не подойдет. Там нужно подбирать более мелкие катушки, есть специальные фидерные линейки, они имеют более мелкие шпули и, естественно, более легкий вес. Давайте рассмотрим основные свойства, на которые нужно обращать внимание при выборе своей карповой катушки. И первое, о чем мы поговорим, это размер и лесоемкость шпули. От размера шпули в первую очередь зависит дальность выполнения заброса, а также в совокупности с такой характеристикой, как передачное число катушки, зависит то, насколько быстро будет осуществляться вымыт лески. Чем больше размер шпули и чем больше ее диаметр, тем проще витки лески, которые лежат на шпуле, сходят с нее при выполнении заброса. За счет этого заброс становится более дальним. Ну а лесоемкость шпули это та характеристика, которая показывает, сколько лески определенного диаметра может вместить та или иная шпуля до ее полного заполнения. Лесоемкость всегда указывается на самой шпуле и, как правило, этот показатель пишется для различных диаметров лески. Но для карповых катушек характерна намотка от 300 метров даже самой толстой лески. Существуют достаточно глубокие шпули, которые способны вмещать леску от 500 до 700 метров в размотке, но в основном это требуется карпятникам, которые ловят в завоз. Всегда хорошо имейте запасную шпулю для катушки. Это очень удобно, когда можно намотать сразу несколько различных диаметров лески. Мы не всегда знаем перед тем, как едем на рыбалку, в каких условиях нам предстоит провести сессию, поэтому запасная шпуля здесь очень важна. Однако в последнее время есть такая тенденция, что производители карповых катушек не кладут в комплект с катушкой запасную шпулю. Таким образом они удешевляют сам комплект, то есть катушку вместе с первой шпулей, но дополнительную шпулю всегда можно приобрести отдельно. Следующая характеристика это форма шпули. Шпули настоящих карповых катушек, как правило, достаточно высокие, имеют форму конуса или цилиндра, ну а также они подразделяются на мелкие или глубокие. Глубина шпули в основном влияет на ее лесоемкость. Чем глубже шпули, тем больше лески можно намотать. Ну а также высота самой шпули напрямую влияет на дальность выполнения заброса, поэтому в основном карповые катушки обладают высокими шпулями. Следующая характеристика, которой уделяется мало внимания, но эта характеристика очень важная, и она называется передаточное число катушки. Передаточное число катушек всегда указывается на коробке или на самой катушке, и оно обозначается в виде цифр, например 4,6 к 1, 5 к 1 и так далее. Передаточное число показывает оборотов ротора вокруг шпули за один полный оборот ручки. То есть на самом деле это то количество оборотов, которые делает лесоукладыватель вокруг шпули, когда вы поворачиваете рукоятку один раз вокруг своей оси. И этот показатель в принципе напрямую влияет на количество наматываемой лески. Но есть много нюансов, о которых я сейчас расскажу немножко подробнее. На первый взгляд может показаться, что чем больше передаточное число катушки, тем лучше. И чем больше за один оборот рукоятки наматываются лески, тем опять же лучше. Но это не всегда так. Мы условно разделяем катушки на две категории. Первая категория это передаточное число до 4,9 к 1 и вторая категория начинает 4,9 к 1 и выше. Катушки с передаточным числом меньше чем 4,9 к 1 мы рекомендуем применять на рабочих удилищах, которые служат для работы с рыбой. Чем меньше передаточное число катушки, тем больше ее тяговитость и тем меньше нагрузка на все механизмы катушки. Значит вы можете работать с более мощным и более большим трофеем. Ну и чем меньше лески укладывается за один оборот рукоятки, тем больше контроль над рыбой. Вы будете облегчать себе вываживание. Катушки из второй категории, то есть с передаточным числом больше чем 4,9 к 1 мы рекомендуем применять либо на сподовых удилищах, где требуется быстрая доставка ракеты обратно на берег, либо если вы сами для себя понимаете, что вам при ваших условиях ловли необходим быстрый вымот на катушке. Давайте теперь поговорим о фрикционе катушки. Это специальный механизм, который служит для регулирования скорости и силы стравливания лески, ну или другими словами, он работает при вываживании рыбы и гасит ее рывки. Производители выпускают карповые катушки с передним и задним фрикционом. Однако в классической карповые ловли чаще всего используются катушки именно с передним фрикционом, потому что он более чувствительный и с ним проще работать на вываживании. Передний фрикцион представляет из себя также и винт, с помощью которого шпуля крепится к катушке. Ну и есть еще такой показатель фрикциона, как его скорость. Существует медленный, средний и быстрый фрикцион. Чем меньше скорость фрикциона, тем больше оборотов винта нужно сделать для того, чтобы его полностью затянуть. Можно ориентироваться на три интервала. К примеру, если для полной затяжки фрикциона требуется до одного оборота винта, это считается быстрым фрикционом. От одного до двух оборотов это средний фрикцион и все, что выше двух оборотов, это уже считается медленным фрикционом. Выбор катушки с медленным или быстрым фрикционом это сугубо индивидуальный подход. Кому-то нравится быстрый, кому-то медленный, но для новичков мы бы все-таки рекомендовали сначала брать катушки с медленным фрикционом, потому что он прощает некоторые ошибки на вываживании. С быстрым фрикционом можно не уследить и перекрутить его и получить нежелательный сход. Следующее, на что нужно обратить внимание при выборе карповой катушки, это наличие или отсутствие системы байтраннер. Байтраннер от английского слова bait поклевка и раннер бегущий. Суть заключается в том, что вы на своей катушке получаете как бы второй фрикцион, то есть вы изначально можете настроить основной фрикцион катушки на работу при вываживании с рыбой и дополнительно вы получаете специальный рычажок, с помощью которого вы переключаете режим работы катушки на стравливание лески, которая регулируется отдельно. При поклевке одним оборотом ручки катушки она автоматически переводится на работу с передним фрикционом, который был изначально у вас настроен на вываживание рыбы. Выбор катушки с байтраннером или без него это субъективное занятие. Есть много сторонников ловли как с байтраннером, так и много сторонников ловли без него. В случае, если на вашей катушке присутствует система байтраннера, то ожидание поклевки происходит при его включении, а если байтраннера нет, то просто ослабляется основной фрикцион вашей катушки. И последнее, на чем хотелось бы остановиться в теоретической части нашего рассказа, это количество подшипников в карповых катушках. Если вы не собираетесь самостоятельно производить техническое обслуживание катушек, то углубляться в то, где расположен каждый подшипник и его назначение вам не стоит. Достаточно, в принципе, понимать для себя, что чем больше подшипников и тот материал, из которого они сделаны, тем более долговечная и надежная катушка. Хорошие карповые катушки имеют в своем составе стальные подшипники, их количество начинается от 5 и выше. Количество подшипников производитель всегда указывает на упаковке или на самой катушке. Итак, первый вопрос, на котором можно остановиться, это сколько катушек мне понадобится. Тут нужно следовать одному простому правилу. Сколько удилищ мы используем в нашей ловле, столько катушек нам и требуется. Например, вы ловите на три рабочих удилища, плюс у вас есть сподовые и маркерные удилища. Вам понадобится всего пять карповых катушек, три из которых должны обладать характеристиками, подходящими для вываживания рыбы, и две другие катушки должны подходить для сподинга или маркирования соответственно. Как мы уже ранее говорили, для рабочих удилищ вам подойдут катушки, у которых не очень большое передаточное число, при этом фрикционный тормоз или наличие или отсутствие байтранера вы выбираете по желанию. Катушка для сподового удилища должна обладать наоборот большим передаточным числом, для того, чтобы вы могли быстро выматывать ракету после того, как отправили ее в точку. Но на самом деле этот показатель не является критичным, поэтому для прикармливания вы в принципе можете использовать любую катушку с большой шпулей. Для маркирования вы также можете пользоваться любыми карповыми катушками, но все-таки удобнее было бы пользоваться катушкой с байтранером. При маркировании вам часто нужно будет измерять глубину по плавкам, для этого вам придется стравливать леску с катушки. Для того, чтобы быстро переключаться между режимами стравливания или подмотки лески, вам очень удобно как раз будет использовать байтранер. Далее нужно поговорить о ценовых категориях катушек и условно их можно разделить на три группы. Это бюджетный сегмент, средний сегмент и премиум класс. Хотелось бы сразу оговориться о том, что в бюджетном сегменте мы не будем рассматривать дешевые катушки откровенно низкого качества, которые стоят 500-700 рублей. Дело в том, что хорошая карповая катушка должна выдерживать значительные нагрузки. Катушка это в первую очередь механизм, за счет чего достигается экономия в дешевых катушках, это естественно снижение качества элементов механизма. Поэтому поклевка действительно стоящего трофейного карпа может за одно вываживание просто вывести эту бюджетную катушку из строя. В бюджетном сегменте мы бы выделили катушки стоимостью от 5 до 10 тысяч рублей. И в первую очередь здесь нужно обратить внимание на давно зарекомендовавшие себя на рынке бренды, такие как Diva, Shimano и Fox. Данные производители могут позволить себе выпускать бюджетные катушки за счет больших объемов производства. Естественно, никто из этих брендов не будет рисковать своим имиджем ради получения сверхприбыли за счет снижение качества. Поэтому в бюджетном сегменте смело можно выбирать катушки этих производителей. Если говорить конкретно по моделям, то в бюджетном сегменте можно выделить такие катушки, как например Shimano Byte Runner, Dumb Quick Z Cast, Dive Black Widow или катушки Fox серии EOS. Перейдем к следующей категории катушек. Это катушки из среднего ценового сегмента. Обозначим его от 10 до 20 тысяч рублей. Именно в этом сегменте представлены наиболее популярные модели карповых катушек, которые существуют на рынке. В этом ценовом сегменте представлены катушки, имеющие отличный дизайн, выполненные из прекрасных материалов, а также имеющие отличные технические характеристики. Катушки из этого сегмента имеют богатый функционал и они позволят вам решать самые сложные задачи по поимке трофейной рыбы. Яркими представителями катушек этого сегмента являются ESP Onyx, Shimano Ultegra, Dive Emblem и Fox FX11. Но если вам нужно еще что-то большее, то вы можете всегда обратиться к катушкам премиум класса. Стоимость катушек здесь начинается от 20 тысяч рублей и здесь вы можете найти катушки, в которых применяются по-настоящему топовые технологии, премиальные материалы, а также в основном эти катушки обладают маленьким весом. К катушкам премиум класса можно отнести Shimano Aero Technium или Dive Basia Air. Ну что ж, вот мы с вами и определились с выбором карповой катушки, а теперь давайте поговорим о том, как за ними ухаживать и как их перевозить. Как мы с вами уже выяснили, катушка это в первую очередь механизм. Как любой механизм, его нужно периодически обслуживать, чтобы он служил вам как можно дольше. Если у вас уже есть опыт обслуживания карповых катушек и вы уверены в своих силах, то можете делать это самостоятельно. А если нет, обратитесь к мастеру. Ну и последнее, о чем хотелось бы поговорить, это хранение и транспортировка карповых катушек. Существует несколько простых правил, которые следует соблюдать. Первое. При хранении и перевозке катушек всегда ослабляем фрикцион, для того, чтобы расслабить пружину и дать свободный ход шпуле. Следующее правило. Всегда включаем обратный ход и складываем ручку. Ну и, конечно, для хранения и перевозки катушек нужно использовать специальные чехлы. Эти чехлы есть как отдельно для катушек, так и чехлы для удилищ, где катушки переводятся в сборе с удилищем. Ну вот и вся основная информация, которую мы хотели до вас донести в рамках рубрики «Школа карпфишинга» от Carp Today. Если у вас остались какие-то вопросы по катушкам или нужна консультация по выбору катушек, вы всегда можете обратиться к консультантам в магазин Carp Shop. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами была команда Carp Today и всем привет!